Представляюсь с фамилией моего Иисуса Золотенко Константиновича. Я являюсь одним из членов инициативной группы удольщиков проезда Юго-Восточной 12 злополучного дома, который устроил СПМК 39. О нашей проблеме неоднократно писались все органы, все СМИ. 13 мая текущего года мы надеялись, что наша проблема решена. Губернатор об этом отчитался в связи с массовой информацией. О нашей проблеме тоже написали все СМИ, в том числе и федеральные, что все, проблема решена, деньги нам выделены и будут выплачены. На официальном сайте фонда банк трудовщиков, это фонд 214 РФ, был написан указан, что с 26 мая стартуют выплаты. На сайте банка Дома РФ также было написано о том, что, уважаемые граждане, обращайтесь, встанем заявлением и деньги будут поступать на счета. То есть, как мы понимаем, и это, скорее всего, законодательно все это есть, фонд принял решение, фонд принимал, это правительственная организация, председатель, председатель, наблюдательного сайта фонда, замкредседателя правительства, Хуснулин, то есть это не шутки, как так сказать. Федеральные деньги также выделены, они на счетах фонда находятся, на счетах банка. Граждане, благополучно, в том числе и мы, и все люди, начали писать заявление, официальное заявление, обращение в банк Дома РФ и в федеральный фонд. Порядок выплаты, он предоставлен в федеральном законе 218 и в постановлении правительства Российской Федерации 1233, где четко расписан порядок, как происходит выплата, какие документы необходимы, то есть исчерпывающий, перечень, весь порядок. Согласно этому порядку все документы были поданы. Однако, буквально, наши документы приходили ответы, исправьте тот, исправьте ту запятую, исправьте ту запятую, но в конце концов начали приходить ответы, что по решению фонда ваши заявки отказаны, аннулированы. Когда мы начали звонить на горячую линию фонда, нам начали говорить о том, что не аннулированы, а приостановлены в связи с тем, что у нас у всех зарегистрировано право собственности. На наши доводы о том, что, во-первых, право собственности, это давно известный момент, все в этом знали, в том числе и когда приносили на дать на сайт фонда, в этом было известно, расчет не берется. На вопросы, когда же будут все-таки возобновлены выплаты, тоже ответ не дается. Медведева Нина Ивановна, дольщик проезда Юго-Восточный, 12. Я хочу добавить к тому, что сказано, что проблемы, касающиеся выплаты дольщикам компенсации, начались уже тогда, когда банк стал принимать документы, заявления на выплату компенсации. Уже тогда было ясно, что происходит что-то не совсем нормальное, когда людям возвращали все заявления только потому, что не там поставлено запятая, не там поставлена точка, и между, слово там проезд Юго-Восточный написано не впереди, а взади и так далее, и так далее. То есть, когда мы столкнулись вот с таким проблем, когда дольщикам просто в 100% отказывали в приеме документов на выплату, было уже понятно, что должно на днях произойти что-то нечто ординарное, что закроет нам доступ к подаче всех этих заявлений и в дальнейшие выплаты компенсации. Ну так, в принципе, оно и получилось, что мы вот в пятницу, это было какое-то 11 июня, вот получили такие неприятные новости от банка, который просто аннулировал все заявки и принятые, и непринятые, то есть перекрыл полностью возможность людям подавать заявления. Продолжение следует...